Доброе утро, коллеги, доброе утро. У меня давно действительно сложная задача, поскольку я должна говорить о современной идеологии реабилитации и представить те изменения, которые сейчас в системе организации медицинской реабилитации происходят. Поэтому я позволю себе объединить вам бакланды и начну с идеологии. Ну, пока ищется моя презентация, уважаемые коллеги, я хочу вас поприветствовать, спасибо большое, да. Я хочу вас поприветствовать, вот изменение союза реабилитации России, передать вам огромный привет. Главное успехов от главного специалиста штабного министерства здравоохранения Российской Федерации Галины Евгеньевны Ивановой. Она действительно по очень уважительной причине утрата родственников должна была покинуть Санкт-Петербург совершенно внезапно. Поэтому я позволила себе объединить два доклада и начну с идеологии. Начну с идеологии для того, чтобы те организационные изменения, о которых планировала говорить Галина Евгеньевна, были понятны, почему они необходимы. Итак, реабилитация. Реабилитация – это координированное применение медицинских, психологических, социальных, педагогических и профессиональных мероприятий в целях подготовки или переподготовки индивидуума на оптимум работоспособности. Это касается абсолютно всех нозологий, абсолютно всех профилей, это касается любого пациента. Реабилитация в чем-то похожа на спорт, потому что она ориентирована на высокие достижения, ну, естественно, от исходного. Это очень важно понимать. Когда мы говорим реабилитация, мы говорим изменение функционирования, улучшение функционирования пациента и никак по-другому. Вот это очень важно понять. Я попробую это все пояснить. Вот смотрите, последовательность привычного анализа состояния любого пациента – онкологического, неврологического, кардиологического, без реабилитационного диагноза, без новых подходов, без международной классификации функционирования – это наша традиционная старая модель, в которой мы привыкли с вами работать. Нас с вами так учили. Это биомедицинский подход. Биомедицинский подход – это не всегда плохо. Это плохо только в реабилитации. Точнее сказать, не то чтобы плохо, недостаточно. Ну вот смотрим почему. Смотрите, врач оценивает функции и структуры. Нас этому, слава богу, учили хорошо. Я детализировать не буду, времени немного. Поэтому назначает какие-то мероприятия, исходя из диагноза, который он поставил, которые направлены на восстановление. Это может быть лекарственная терапия, это может быть рекомендация массажа, рекомендация ЛФК, психотерапия, физиотерапия. Это рекомендация. Дальше работают специалисты. Психолог оценивает и докладывает врачу. Психологи, как правило, все-таки, если они есть, далеко не всегда и не во всех профилях эти специалисты присутствуют. Специалисты ЛФК, что если это методист и инструктор, он самостоятельно знакомится с пациентом, подбирает программу, часто без общения с врачом. К сожалению, так. Врач ЛФК определяет противопоказания к ЛФК. В больших тысячных стационарах именно так и происходит, и на этом процесс заканчивается. Если остается время, и он может заниматься пациентом, то с пациентом тогда обычно результат бывает все-таки неплохим. Но эти два специалиста занимаются только двигательной сферой и ничего другого. Логопед, соответственно, занимается логотерапией с учетом особенностей пациента. Если у врача есть время, и это специалист мудрый, достаточно с хорошим опытом, он будет оценивать факторы среды, персональные факторы пациента, если у него на это останется время. Что в результате таких действий? Нет координации процесса. Каждый специалист сам по себе. Потеря времени при повторном сборе анамнеза. Многим пациентам отказывают в реабилитации на основании формальных причин. И в онкологии это должно быть совсем хорошо известно. Нет единой стратегии, тактики и фокус реабилитации узко на одном профиле. Нет взаимного контроля и поддержки, увеличения шансов вообще не работать. Закрыть отделение физиотерапии в два часа и благополучно уйти. Широкий, нечетко определенный функционал специалистов. В результате стресс для специалиста и потеря ресурсов. Неудовлетворенность специалистов. Мы от этого выгораем с вами, коллеги. Помимо всего остального прочего, нет человека, который отвечал бы за мотивацию пациента, потому что психолог отконсультировал, но он дальше не работает. Отсутствует механизм работы с трудным и конфликтным пациентом. Фокус не на реальное восстановление некой жизненной активности, жизнедеятельности, функционирования, а на отдельные функции, формальные показатели, которые часто не имеют связи с реальностью. Нет системной работы с родственником, и у пациента нет возможности информированным образом сформировать и высказать свои пожелания. Последовательность привычного анализа в конечном счете приводит неизбежно к шаблонам. Шаблоны программ реабилитации для каждого специалиста. В результате у нас появляются загадочные рекомендации для легких, для средней тяжести и тяжелых пациентов, которые, в принципе, никакой персонализации в себе по определению нести не могут. Мы не можем реализовать при такой модели персонифицированный подход. И на смену вот такому подходу приходит биопсихосоциальный подход или биопсихосоциальная модель, которая рассматривает человека как часть материального мира и часть субсистем. Семья, общество, культура и одновременно как самостоятельную субсистему, тоже состоящую из определенных позиций. В болезни всегда есть биологическая составляющая или медицинская составляющая, как хотите, заболевания, клинические диагности, патологического процесса, вариант патогенетический, причина, возбудитель, если об инфекции говорить, и степень нарушения функции. Это нам известно. Но не бывает биологической составляющей болезни без психологической реакции на это состояние, без переживаний, страданий, убеждений, эмоций, и без социальной составляющей, без потери статуса определенного. И обе эти составляющие в обязательном порядке влияют на биологическую. Отсюда и новый подход биопсихосоциальный. Он относительно новый, потому что, в принципе, как философия, он созрел достаточно давно. Но в медицину он оказался востребованным тогда, когда он в серьезной реактивации. Еще в середине прошлого века появились новые отношения к реабилитации. Возникло, можно сказать, на такой категории пациентов, которые были достаточно финансово обеспечены. Это половые милинги Швейцарии и Австрии, которые получили спинальную травму. Вот этих пациентов категорически не устраивал старый подход, старый диагноз, потому что в клиническом диагнозе там зафиксировал факт травмы. А дальше что? В этом диагнозе мы ищем о возможности восстановиться. Кроме того, эти богатые люди не были готовы платить за процесс. Их не устраивал массаж номером 10, 10 желток, капельницы, еще что-то. Им нужен был результат. Вот и сейчас государство, в принципе, не готово платить за процесс, но готово платить за результат. А результат появляется только тогда, когда у нас есть необходимая составляющая. Это реабилитация, которая ориентирована на восстановление функционирования нашего пациента. Тогда появились новые категории, которые для нас вот совершенно непривычны. В медицине мы им пользовались, нас этого точно не учили. Мы хорошо разбираемся в структурах и функциях. А вот такие категории, как активность, участие, факторы внешней среды, персональные факторы. Вот это все появилось сравнительно недавно. Начало было середину прошлого века. И именно тогда начала формироваться международная классификация функционирования. Я надеюсь, что у нас все-таки появится презентация, и я смогу вам это продемонстрировать. Но вообще у нас существует три классификационные системы. Сейчас, на данный момент. Мы работаем с вами по международной классификации болезней. 10-го, в ближайшее время, 11-го пересмотра. Эта классификация ориентирована на нозологию, на причину заболевания. Без нее никуда, а на основу клинического диагноза. На данный момент времени. Существует в 2001 году по проекту в Семяпорганизации здравоохранения международная классификация функционирования. Эта классификация ориентирована на изменение в состоянии здоровья, на ограничение функционирования, на причину ограничения функционирования, без учета на золотодорческой форме. Без учета причины заболевания. И эта классификация является основой для постановки реабилитационного диагноза. Итак, об этом я уже рассказала. Личностные факторы, отношения человека к себе, активность, участие, факторы, окружающиеся еды. Активность, участие, перевожу, это функционирование. Это наша жизнедеятельность. Это то, что мы можем делать. Биопсихоэссенциальный подход, это экзансирование, потому что он сокращает время работы с пациентом, не упоминает процесс работы самого пациента, увеличивает удовлетворенность пациента, отказанных помощей. И способен разрешить те проблемы пациента, которые раньше в реабилитационной команде казались вообще не разрешимыми. Почему? Потому что учитывает психологическую, социальную составляющую. Основные технологии приема, технологические приемы реабилитации, это реабилитационный диагноз. Я уже сказала, что у нас снова есть в плане международной эффектной классификации функционирования. Это обязательная постановка реабилитационной цели, которая в себе содержит обязательное условие. Она ориентирована на восстановление активности или участия, на восстановление функционирования не отдельной функции и не отдельной структуры, а именно функционирования. Реабилитационный потенциал – очень сложная позиция, наука, емкая позиция и ответственная позиция. И реабилитационный план, который я зарубежу, и реабилитационная программа, как принц вы говорите у нас. Вот международная классификация функционирования, ее блоки. Я, собственно, их уже назвала. Это структуры функций, я даже вам заявляю, это активность и участие в функционировании, это факторы окружающей среды и личностной функции, или персональной функции. Последовательные сценария со состоянием пациентной реабилитации по новой модели, двух психосоциальных, меняются принципиально. Смотрите, учрежденные медидисциплинарные реабилитационные лекарды, специалисты реабилитационные, врач по физической реабилитационной медицине, логопед, психолог, физический терапевт, специалист по двигателям реабилитации, эрготерапевт, специалист, которая у нас до сих пор вообще не была, медицинская сестра реабилитационная, прежде всего анализирует изменение активности участия пациента, его функционирование, в чем изменилось функционирование пациента. Дальше происходит анализ причин, и мы в конечном счете получаем некий список проблем больного в категории международной классификации реабилитационного диагноза. Это и есть реабилитационный диагноз. В реабилитации МКФ применяют для формулировки реабилитационного диагноза с целью описания всех составляющих здоровья и связанных с ним реальным проблем, ограничивающих функционирование. МКФ при правильном применении создают систему для реализации пациент-санклированного, проблемно-ориентированного и мути-дисциплинарного принципа реабилитации. Итак, система. Чем отличается новая модель реабилитации от того, что существовало раньше? У нас появляется системный подход. Не отдельная, хирурически подобранная технология реабилитации, а какие должны быть технологии привлечены реабилитацию, мы понимаем благодаря именно системному подходу. Мы не упускаем реабилитацию нашего пациента биологических составляющих, мы не упускаем психологических составляющих и потенциальных составляющих. Вот это чрезвычайно актуально и важно. Совсем недавно, вот только что, закончился конгресс всемирный по физической реабилитационной медицине. Там обсуждалось много онкологических тем. Онкология – одна из ведущих серьезнейших проблем реабилитации. Видите, немножко наоборот. Это не реабилитация в онкологии, а для реабилитологии, наоборот, онкологические пациенты в реабилитации. Вы можете посмотреть, у меня немного времени, поэтому буду экономить, какие темы обсуждались. Это секции здесь приведены, много было еще отдельных докладов. Вот такая короткая по этому поводу справка. Секции полной реабилитации все строятся по функциональному принципу. В основном уберется проблема пациента и способы ее решения. Лемкодема, как лемкодема, боль мышечно-скелетная, боль метастаза и лемкозвращение пациента онкологического на работу. Разные, но именно проблемы. Часть докладов посвящена созданию системы реабилитации в связи с собственной системой онкологической помощи. Это непростой вопрос. Как связать эти две системы? В реабилитации речи готовы лечить пациента к клинично-жизненным активностям. Онкореабилитация в обязательном порядке мультидисциплинарный процесс, в основе которого лежит работа специалистов мультидисциплинарной бригады. Я еще назову не раз. Реабилитация силами одной только онкологической службы с точки зрения мировой реабилитации даже не рассматривается. Только командная работа под руководством врача-фера. Это когда речь идет о самой реабилитации, не о лечении онкологического состояния. Физиотерапии как технологии реабилитации рассматриваются для онкологии, в том числе. Обычный уход и послеоперационное ведение пациента с использованием факторов просто, но без мультидисциплинарной бригады и работы всех специалистов не рассматривается как реабилитация. Это я вам только-только переношу то, что звучало сейчас на конгрессе. Хотя подразумевается, что для реабилитации пациент должен быть клинически стабилен, но у него должны быть решены основные проблемы, связанные с заболеванием. Это ответственность для чищевого врача-онколога и врача физической реабилитационной медицины. Очень важно понимать, что физическая реабилитационная медицина не подменяет онкология. Ряд докладов было посвящено палеотипной помощи и отмечалось, что для реабилитации палеотипной помощи есть очень много общего, но целей разные. Новый подход с использованием АНКОЭП позволит поставить в один ряд с медицинскими проблемами другие проблемы, которые выявляются не медицинскими специалистами, психологом, арбитерапевтом, физическим терапевтом и выработать главную единую стратегию помощи пациента и цели реабилитации идей. Рационально распределить объем работы между специалистами и мультисциплинарной бригадой. Состав мультисциплинарной бригады я уже отзвечивала, тоже не буду на этом останавливаться, мы достаточно часто это повторяем. В красном выделены абсолютно принципиально новые специалисти, которых не было до сих пор. Пример реабилитационной диагностики основан на биопсихосоциальной концепции, мы его довольно часто показываем. Приблизительно одинаковые пациенты. Пациент не может ходить. В одном случае он не может ходить из-за слабости в ноге, в другом случае из-за страха падения, а в третьем случае из-за неудобного убега. И у того другого третьего гемиопорессик, пациент, который перенес операцию на мозг или инсульт, это в данном случае не принципиально. Неврологический статус, у данной маршат таких пациентов одинаковый. Но в первом случае пациент нуждается в двигательной реабилитации, если уходится у нас физический терапевт, то во втором случае пациент будет нуждаться в клиническом психологе или это витамия с физического терапевта, клинического психолога, и интервенция реабилитационная может занять. Она может быть одна, а не две. И пациент у нас встал и пошел. В третьем случае реабилитационный диагноз, который подберет адекватный угол пациента с тем, чтобы он мог ходить. Пример проблемно-ориентированного подхода, как строится реабилитационный диагноз, как он получается. Я обращаю ваше внимание, что поставить реабилитационный диагноз один специалист не может. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Он просто не обладает должными компетенциями. У всех членов македисциплинарной бригады высшее образование, но разное. И мы с вами, как врачи, не обладаем достаточными психологическими компетенциями, у нас нет высшего психологического образования. И мы с вами не логопеды, у нас нет высшего педагогического образования. Поэтому тоже не буду подробно, сейчас сокращая время, демонстрирую, как выстраивать реабилитационный диагноз. Каждый специалист вносит свои строчки в реабилитационный диагноз. В конечном счете вырабатывается некая общая цель. Например, пациент через три месяца может самостоятельно забирать внуку и ссадить и играть с ним дома три часа. Цель, которая понятна пациенту. Цель, которая связана с определенной активностью, и даже точнее сказать участие. Но эта цель учитывает и работу силы мышц, и нормальную коммуникацию, использование руки и кадетов, и полное самообслуживание, что является, по сути дела, отдельными задачами реабилитационными для специалистов, которые вывлечены в этот процесс. А пациент у нас тоже член мульти-дисциплинарной бригады, и он достигает свою цель, причем достаточно амбициозно. Как определяется цель? Составляется реабилитационный диагноз в категории КМК с участием в серии мульти-дисциплинарной бригады. Диагноз – это список проблем обминания, которые определяют функционирование в настоящий момент. Проблема пациента становится задачами. Для специалистов выделяются главные проблемы, которые окраничивают функционирование. Пациент определяется, чему хочет сам пациент, какова его мотивация, определяет его реабилитационный потенциал, и, исходя из потенциала, подбирается цель, измеримая определенная во времени по принципу SMART. Я на нем не буду останавливаться, он известен. Реабилитационный потенциал – тоже очень важная и ответственная категория. Могли мы с вами говорить. Высокий потенциал, средний потенциал, низкий потенциал. А что за этим скрывается? Смотрите. Категория потенциала полного восстановления здоровья, категория потенциала частичного восстановления и функционирования. Категория потенциала адаптации и компенсации, то есть низкий потенциал, или категория потенциала адаптации среды окружения. Это уже поле один. Это та категория, про которую мы говорим о отсутствии реабилитационного потенциала. Мы психологически. Текст отсутствует реабилитационный потенциал не оправдывает. Поэтому мы должны, конечно, передумать какой-то эквивалент. И вот он перед вами. В зависимости от того, какой реабилитационный потенциал в нашем пациенте, мы будем формулировать цели. Если реабилитационный потенциал есть, Мы можем говорить о возвращении на прежнюю работу, или о восстановлении прежней максимально возможной досуговой деятельности, в зависимости от персональной возможности возвращения прежней или максимально возможной жизненной активности, которая конкретизирована в зависимости от того, с каким пациентом она имеет дело. Если же реабилитационного потенциала нет, или при реабилитационном потенциале модификации скиты, мы должны с вами заложить в самом начале нашего лечебного процесса достижение состояния физиологического и психологического комфорта пациента и его родственника, поддержание физиологического и психологического комфорта пациента и его родственника. Для полноценной реабилитации, ему необходимо обеспечить определенные условия. Тоже подробно на этом останавливаться не буду. Я думаю, что это совершенно очевидно. Вы можете видеть, что это так, как надо. Индивидуальная программа медицинской реабилитации составляется, исходя из тех позиций, о которых я уже говорила, с учетом комплексного применения тех технологий, которые нам будут необходимы для решения тех задач, которые мы с вами объявили. В конечном счете, мы обеспечиваем реабилитационный цикл. Реабилитационный цикл, в котором нужно уметь работать, поэтому современная реабилитация – это наука, это отдельная медицинская специальность. Все начинается с реабилитационного диагноза. В стратегии реабилитации пациентов – лечебная стратегия. В стратегии реабилитации пациентов имеет значение, что лечебная стратегия – та самая онкология. Реабилитационная стратегия – это стратегия восстановления пациента и полиативная стратегия – стратегия поддержки тяжелого пациента. Медицинская реабилитация сложная в процессе восстановления всех аспектов жизнедеятельности пациента, требующих интеграцию в силе самого пациента и его ближайшего окружения, грамотной реабилитационной команды, создание определенных социальных условий и безусловно применение эффективных реабилитационных лечебных технологий, обеспечивающих оптимальный реабилитационный режим, способствующий структурному функциональному восстановлению. А вот теперь я, с вашего позволения, перехожу к той информации, которую мне пришли на интернет-магазине Евгения Ивановна. Итак, система оказания помощи по медицинской реабилитации ориентирована и на нормативно-правовое регулирование, особенности финансирования, результаты, качества, технологии, терапии, которые уже созданы образовательные, образованные обязательно, соответственно, поэтому нам необходимо образовательные организации, которые включены в этот процесс, и медицинские организации, где это все будет происходить. У нас есть нормативно-правовое регулирование, федеральная программа развития комплексной реабилитации, ведомственная целевая программа медицинской реабилитации, порядок, действующий на данный момент 17.05, профессиональные стандарты, который был сравнительно недавно принят, это сентябрь прошлого года, это стандарт профессионального нового специалиста, специалиста по физической реабилитационной медицине. Называется стандарт специалистов по реабилитации, это врач. И базовой медицинской специальностью там является физическая реабилитационная медицина. Очень важные вопросы межредственного взаимодействия. Речь идет о социальных структурах и медицинских структурах, о взаимодействии двух основных, связанных с функционированием жизнедеятельности нашего пациента, учреждений. Онкологический пациент, смотрите, по МКФ, нарушение функции структуры ограничения активности участия в факторе среды, могут быть связаны с онкологическим процессом в центральной нервной системе, заболеванием онкологическим, лабораторно-двигательным аппаратом инфектической нервной системы, заболеванием в состоянии сердечно-сосудистой системы, и в других органах, и все равно мы говорим о нарушении функций структуры ограничения активности участия в факторе среды. Вот эти три категории предусмотрены сейчас в действующем порядке по медицинской реабилитации. По сути дела, особенности программ реабилитации на колодочках пациентов будут связаны с персонализацией подходов медицинских. Система оказания реабилитации четырех уровней моментов. Первый уровень, самый простой, относительно дешевый, это медицинская организация амбулаторной помощи, дневной стационар, мобильная бригада, помощь на данную дистанционную реабилитацию, которая выдается особое значение. Второй уровень, это специализированное отделение многопрофильной медицинской организации, реабилитационное отделение и многопрофильной медицинской организации. И специализированные, почему нет, и медицинские организации палиативной помощи. Реабилитационный центр третьего уровня, высоко специализированный, и вы видите 1 на 5 миллионов населения. Ну так, расчет, расчет пока идет. И реабилитационный центр четвертого уровня – это научно-исследовательский медицинский центр по профилю помощи. Вот как мы видим сейчас распределение, оказание помощи по медицинской реабилитации. В настоящий момент медицинскую реабилитацию оказывают врач-физиотерапевт, врач в лечебной физкультуре, рефлексотерапевт, врач вануальной терапии, медицинская сестра по массажу, по физиотерапии, сестра по лечебной физкультуре, по трудовой терапии. Все на самом деле нас устраивает в списке специалистов. Но самое главное, что в медицинской реабилитации единицы, организационные, которые имеют право оказывать помощь в медицинской реабилитации, будет не отдельный специалист, а будет дисциплинарная программа, которая будет выстроена из тех же самых специалистов. Ну, плюс еще те специалисты, которые у нас вновь появятся. Это специалист по эрго-реабилитации и специалист по физической терапии. Но врач физической реабилитационной медицины у нас уже почти есть, осталось совсем недолго. Сейчас об этом, наверное, расскажу. Профессиональные стандарты специалистов по медицинской реабилитации. Я уже сказала, у нас есть специалист, врач физической реабилитационной медицины. Это новая должность. Должность старая. Врач-клиницист, врач-визотерапевт, врач-бол-ФК и спортивная медицина, врач-рефлексотерапевт, врач-мануальная терапия. Это то, что было прежде. Профессиональный стандарт специалистов по медицинской реабилитации содержит в себе компетенции врача-физиотерапевта, врача-рефлексотерапевта, врача-бол-ФК. Но самое главное в этой специалисте, что это врач-клиницист. Врач-клиницист, в подготовке которого огромное значение имеют такие клинические специалисты, как микрология, кардиология, ортопедия, в обязательном порядке, в большом количестве, 3 года ординатуры подготовки такого специалиста. И, естественно, большие блоки по онкологии в том числе, по педиатрии в том числе. Поэтому у нас появляется вот такой вот новый специалист с новой идеологией. Это он будет носителем биопсихосоциальной модели, потому что другим врачам, привительствам другому профилю необходима биомедицинская модель. И совместить ее в одном головном мозге достаточно сложно, потому что это принципиально разный факт. Белая книга о физической реабилитационной медицине, которая была переведена, вот она была в новой редакции в 2018 году, физическая реабилитационная медицина, первичная медицинская специальность, да, не за рубежом. У нас это в нашем профессиональном стандарте базовая медицинская специальность. Базовая медицинская специальность, новая, действительно, принципиальная. Сейчас для которой будет необходима сетевая форма подготовки с модульным принципом полимодальной клинической подготовки, клинические синдромы, нарушения функций рассматриваются прежде всего, экспертная подготовка и так далее. Сейчас разработана федеральный государственный образовательный стандарт и разработана программа профессиональной переподготовки для тех, кто уже работает, тысяча восемь часов. Достаточно емко. В настоящий момент идут курсы переподготовки профессиональной профессорского преподавательского состава с тем, чтобы 37 вузов нашей страны имели право готовить таких специалистов, врачей по физической реабилитационной медицине. Вот сейчас идут вебинары, в которых принимают участие восемь опорных вузов, я один из них представляю, и 29 вузов преподавателей слушают наш цикл, проходит для того, чтобы иметь право преподавать эту новую специальность. Главная особенность организации медицинской реабилитации, где проводится медицинская реабилитация, только в специализированном отделении медицинской реабилитации, когда мы говорим о втором и третьем этапах. Первый этап реабилитации погружен в профиль, поэтому первый этап реабилитации, он начинается достаточно рано, если говорить об онкологии, в ряде случаев еще до операции, в предоперационном периоде. Но это все будет погружено в первый этап, и это работа лечащего врача, в данном случае онколога. Когда мы говорим о втором и третьем этапе, это уже специализированное реабилитационное отделение. И кому проводится медицинская реабилитация? Пациентам, имеющим реабилитационный потенциал, и пациентам, у которых уже зафиксированная инвалидность, но потенциал реабилитационный также присутствует, он еще крепко реализован. Новые специалисты, кто проводит медицинскую реабилитацию, мы с вами говорили, что единицей будет мультидисциплинарная бригада. В нее входит врач Ферен, кинезиолог или физический терапевт, или специалист по физической реабилитации, как это будет в порядке. Специалист с высшим медицинским образованием, галабриат, магистратура или переподготовка. Профессиональный эрготерапевт, у нас такой специалист вообще не существовало, специалист по эргореабилитации, специалист, который работает с целенаправленной деятельностью. Она для него и цель, и инструмент работы со специалистом, тоже высшее медицинское образование, бакалавриат, магистратура, переподготовка, клинический университет, коммунический психолог, медицинская сестра, медицинская реабилитация. Мы тут тоже мечтаем о специалисте с бакалавриатом, с высшим сестеринским образованием и другие специалисты, которые увлечены в процесс. Принципиальное отличие, мы уже с вами говорили, это сетевая форма после дипломной подготовки с использованием дистанционных форм. Обязательно модульный принцип и желательно базовая клиническая подготовка лучше всего. Будут получаться у нас врачи физической реабилитации, врачи и клиницисты, абсолютно уверены в этом. Тем более, врачи, физиотерапевты и врачи, пока также смогут пройти такую период готовки. Вот те реклассификационные системы, о которых я уже начала говорить. МКП, МКР и международная классификация вмешательств в здоровье. Мы с этой классификацией еще не работали. Она направлена на обобщение медицинских, профессиональных, профилактических и реабилитационных интервенций. И вот тогда у нас полностью замкнулся в классификационное поле. У нас будем отсострелывать и диагностические позиции, и наши вмешательства. Форма медицинской документации, по сути, на это не останавливаться. Это не есть настолько актуально. У меня есть совсем чуть-чуть времени на клинический пример. Он тоже будет как бы кратким, таким мы не будем в деталях. Особенно разбираться. Пациентка, 49 лет, диагноз регулярного карцинала, считая линия железы, соответствующие классификационные позиции, напоследствия повторного вмешательства. Послеоперационная гоноропатия, лево блуждающего нерва, лево-добавочного нерва, лево-добавочного нерва, лево-добавочного синдрома. Классическая ситуация, классическая ситуация. Теперь пожилого на что? Потеря волоса, нарушение глотания твердой и жидкой пищи, потери весит 5 килограмм за 2 недели, боль в области раны на шее, боль в шее, усиливающиеся приближения. Это то, что нам привнесет пациент. Теперь посмотрите, как будет строиться реабилитационный диагноз в категории ФНКР. И реабилитационный план, который будет осуществлять соответствующий специалист. Не может работать преподаватель музыки. Что касается домена оплачиваемой работы. В реабилитационном плане отложить работу и оценить возможности через один месяц. Я просто вам демонстрировала разницу с тем, к чему мы привыкли в клинической ситуации. Кто этим будет заниматься? Эрготерапевт, увидите построжен. Речь о дезортре, логокоррекция. Будет по-другому этим заниматься. Использование средств связи и техники общения. Разговор по мобильному телефону ограничен достаточно жестко реабилитационный план, не говорить по телефону. Ну и так далее. У меня, правда, осталось 3 минуты, поэтому я не могу очень долго на этом устанавливаться. Это продолжение. Краткосрочная цель реабилитации. На 7 дней пациентка принимает пищу, приготовленную с помощью замустителя, и не ограничено в питании. Цель реабилитации на данном этапе. Пациентка общается с использованием речи без ограничений через 1 месяц. Долгосрочная цель реабилитации. Пациентка возвращается на прежнюю работу через 2 месяца. Заключение реабилитационной команды о машинтизации пациента в процессе реабилитации. Пациентка нуждается реабилитация на 3 этапе амплотония. В составе коммунс-дисциплинарной бригады войдет врач-реабилитолог, врач-реабилитолог, врач-методист, афокопленический психолог и эрботерапевтик. Мы, коллеги, здесь ничего не забыли. Это холистический, это системный подход к пациенту. Конечно, здесь нет отдельных деталей по технологиям. У каждого специалиста для решения своей задачи есть расписанная технология. Но это системный подход, который позволяет нам не забыть очень много. И завершая, хочу сказать, что на самом деле вот этот новый, аппетитный, новый философий, он достаточно давно существует, а он холистический, или целостный подход позволяет нам сделать наше действие по реабилитации целесообразным. Мы ориентируемся на цель. Цель у нас всегда связана с восстановлением функционирования нашего пациента. И таким образом мы с вами продвигаемся к решению наших задач и тех задач, которые ставят признаки здравоохранения на возвращение людей в стройку. Мы с вами добиваемся оптимума, функционирования, оптимума работоспособности. Если речь идет о восстановленном самообслуживании, значит самообслуживание. Если речь идет о возвращении к прежней работе, значит к прежней работе. Но в любом случае мы с вами действуем системно и понимаем результат. Мы сможем с вами оценить результат и откорректировать в рамках реабилитационного цикла, откорректировать наши действия. Таким образом, то, что сейчас мы предлагаем, это системный подход к реабилитации. Отношения, взаимоотношения реабилитологов и онкологов выстроится очень легко, как только вы нас услышите. Потому что категория онкологических пациентов – это пациенты с множественными нарушениями, не только структурой области, но и ограничениями активности участия. И примерно на это направлена новая наука, которая сейчас формируется – это физическая реабилитационная медицина. Надо сказать, что мы возникли не случайно, если мы упали в диалектность зарубежного опыта, а лучшее, что мы могли сейчас применить. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...